Всем привет! Наконец-то, наконец-то стартовал наш чемпионат России. Наш единственный чемпионат, в котором мы участвуем. Мы больше в нихуя нигде не участвуем. Ни в Еврокубках, ни в Олимпийских играх, ни в Хуи играх, ни в студенческих играх, ни в играх заднеприводных. Нас тоже оттуда исключили. Даже кошаков, блядь, забанили, блядь. Вот, ребят, ну, я, откровенно говоря, немного пропустил первый тур чемпионата России. Да, я на рыбалку ездил, на Волгу. Вот, это у меня заняло 2-3 дня. В общем-то, практически ничего не поймал, честно скажу. Там, где-то пару подлещиков и там пару собиков. Вот. Так что, блядь, рыба не клюет опять, сука. Не знаю почему. Вот. Так что, отдохнул, перезагрузился к началу чемпионата. Но все игры, я, в принципе, уже посмотрел сегодня. Хочу немного обсудить, кто как готов к началу сезона. Вот. Ну, давайте поговорим про первые матчи. Ну, конечно, первый матч Химки-Зенит. Могих удивил результат 1-1. Причем, результат закономерный. Потому что Зенит дырочил. Ну, ребят, я вам сразу говорю, что Зенит не готовщик к сезону. У них еще идет полным ходом предсезон. Камни, они все ватные. Еще по матчу-то суперкубок со Спартаком. Там было видно, что они еще не готовы. Они совершенно не готовы. Они, ну, в нормальных командах предсезонная подготовка закладывается на весь год. Чтоб играть потом. В октябре, в ноябре, когда будет ответственный матч. Да. А сейчас пока все ватные. Пока только входит в сезон. Вот. Поэтому ничья 1-1 с Химком никого не должно удивлять. Вообще, вот, всю эту тему, кто сейчас как готов, да. Оно не определяет место под результатом чемпионата в будущем. Потому что тот, кто сейчас резво стартанет, потом у них просто не будет. У них функциональная яма будет. И приличная функциональная яма. То есть обычно, кто занимает высокие места, они начинают играть только месяца через 2. Вот так где-то. Вот примерно так, да. А сейчас кто стартует резво, это означает только то, что у них им пик формы. У них на начало чемпионата вывели. Вот. Или просто не выводили. Вот. Поэтому не нужно как-то серьезно относиться там к ничьей из Динамо, там ничьей из Зенита, ничьей из Локомотива, Краснодара и прочее. Просто обычно вот таких сильных команд, топовых команд, да, у них пик формы закладывается на более долгий период. Ну, по сути, прошел месяц с конца прошлого чемпионата. Сейчас идет предсезонка, еще трансферные там слухи, трансферные переходы. Вот. Поэтому я думаю, ничего страшного у ничьей из Зенита нет. Все будет у Зенита нормально. Он станет чемпионом в будущем году. Идем далее, идем далее. Давайте поговорим про московская Динамо, которая ничью сыграла с Ростовом 1-1, вернее отскочила от Ростова, потому что у Ростова было очень много моментов. Бля, пиздецка. Ростов в полном порядке, да, и матч смотрелся. Матча между Динамо и Ростов, наверное, лучший матч был в этом сезоне, да, в этом туре, да. Вот. В принципе, футбол красивый был, но, повторяю, скорее всего, Динамо еще... Динамо идет предподготовка или подготовка. Поэтому к этому серьезно не стоит относиться, но... Но в целом обе команды живые. Далее идем. Локомотив против Нижденов-Город-Пари. Блин, название. Ну, 1-1. 1-1. Локомотив паровоз завели, 1-1. Вот. Не знаю, ничего, не знаю, ничего сказать. Там, блядь, в паровозах постоянно чехода с тренерами. Что там сейчас происходит? Вообще абсолютно непонятно. Далее идем. Краснодар. Факел 2-2. Классика Краснодара. Пропусти 2, заби 2. Затк, пиздец. Вот. В этом туре очень удивили депутанты премьер-лиги, да. Но я хочу сказать просто... В принципе, разница вот сейчас, да. Сейчас разница между тем же Краснодаром и Факелом, она никакая. Почему? Потому что, в принципе, по игрокам, на мой взгляд, команды равны. Ну, сейчас, в принципе, у Краснодара легов нет, да. Тот же Локомотив взять, тоже особенных легов нет. А то, что есть, они днари. Обычные средние игроки. И вот эта разница между теми средними игроками и командой ФНЛ, игроками из команды ФНЛ, она ничтожна. На самом деле, там, у кого больше мотивации, у кого больше желания, тот и выиграет. Поэтому Факел 2-2 тот же сыграл. Вот, и это для меня совершенно неожиданный результат, потому что вот в целом чемпионате, да, по составу уделяется очень сильно Зенит. То есть, между Зенитом и всеми остальными беспросветная пропасть. Давайте говорить прямо, да. То есть, когда выходит Клаудиния, Венгл, Бариус, Малком, вот, и там, Кассиера, да, ну, это одно, и оно несравнимо с тем же составом Спартака или, там, Локомотива, да. А когда выходит состав, там, Локомотива, да, и против них игроки ФНЛ, да, они одинаковы по своему уровню. Ну, те, может, чуть лучше, ну, насколько лучше, а может и хуже. Вот, поэтому вот таких матчей, да, вот, между, там, Локомотивом, Краснодаром, Факелом, там, Нижним Новгородом, да, там часто будут такие результаты, которые никто не ожидает. Потому что, в принципе, сейчас по составу уровни этих команд, они сравнялись. Ну, вот, просто я хочу сказать, я просто хочу сказать, что вот даже те легионеры, которые играют в этих командах, Локомотив, Краснодар, там, Динамо, они, между ними нет такой беспросветной спробости, как между Клаудинием и Малкомом, там, я всеми остальными, да. Поэтому результаты здесь будут абсолютно любые. То есть, для меня абсолютно нормально, если бы Факел обыграл Краснодар, потому что, ну, а чем лучше Краснодар сейчас, какими сейчасами, по какому составу он там лучше. Вот, поэтому, вот, вот такое мое мнение по поводу последних туров. Ну, и в конце, конечно же, про футбольный клуб Зарима. Да, вы скучали по мне. Вот, ну, я уже про судейство говорил в матче Ахмат-Спартак, да, ну, да, да. Вот, ну, в целом, в целом, наверное, мне Спартак очень понравился. Вообще, в этом сезоне нравится. Когда пришел Абаскальто, да, блядь, они стали Спартаком. Блядь, 20 лет они играли, в хуй пойми что. 20 лет при Федуне они играли в хуй пойми что. Или 16 лет, сколько он там. Потому что вот этот Спартак, он играет вот так вот, да, там пиздец в обороне. В обороне там пиздец, и пропускать они тоже будут много, блядь. Ну, у них нет защитников сейчас, да. Но в целом, они играют вот так, их интересно смотреть. Да, у меня, мне чем-то они напоминают Краснодара. Еще такой Краснодар, атакующий Краснодар. Не Сининышний Краснодар, да, а вот который был ранее, да. Такой атакующий, где много комбинаций, где много перепасовок, да. Вот, да, они будут много пропускать, потому что проблема с опорниками чудовищная. Потому что Умяров это не опорник. Все, иди, и кто хоть считает Умяров подпорником, все, иди. Вот, потому что кафреи рассказов и маслов, это не защитники, а ставить, там, не знаю, Хлусевича и Рыбуса защитниками. Ну, и о чем вообще, они полузащитники. Рыбус, по-моему, даже нападающим. Вот, но в целом, в целом, направление, там, направление, куда будет двигаться Спартак, преобоскально абсолютно видно. Это так, что не может спартаковских болельщиков не радовать. Вот, и я Ельча рад. Ну, все, мне гораздо больше этот Спартак нравится, нежели Спартак при Ваноле, который играл откровенно в защиту. Да и при, блядь, при карьере он играл в защите, блядь. И при каком только не играл в защите, при Ру Виторию. Такого там, условно говоря, в атакующего Спартака давно не было. Ну, все-таки тактика два защитника, она определяется. Вот, так что будем смотреть, будем смотреть, наблюдаем. Чемпионат будет интересно, много интересных будет событий, много интересных команд на самом деле, да. Вот, следующий, следующий тур через пять дней. Так что, готовимся и будем смотреть и делать ставки.